Так, 13 мая 2024 год. Надеюсь, по поводу Харькова сошел страсти и накал. Страсти сошли на нет. Давайте так скажем, чтобы обойтись без дурацких каламбуров. Я посмотрел по Дипстейту, рекомендую очень вам эту карту. Там хорошо показывается смещение фронта. Ничего более объективного я не нашел, по крайней мере, для себя. Я сейчас в Запорожье, да, Орехов, он букает. И, то есть, не смотрите по карте Дипстейт. О гражданском я говорил. Такие критерии, ну, три ступени. Долетает до вас град, 20 километров от вас фронт. Пора собирать чемоданы. Долетает до вас стволка, фронт от вас 15 километров. Разрушение будет вдвое, в четверо больше, чем от одних градов. Потому что стволы артиллерии дешевле, да, больше будет применяться. И грады тоже никто не отменял, они будут, по-моему, и грады прилетать, и стволы. И третий вариант, это когда, по-моему, уже прилетают и минометы. Это от вас уже 7 километров, или 4, если вы 70-е минометы. То есть, говорят, что надо знать, разбираться, спросить у соседей. Кто-то в любом случае служил армией, представление, что такое упавшая град, что такое упавшая ствольная, что такое свистящая мина над вами. Да, то есть, если третий уровень, то от минометов надо сваливать 100%. Потому что это мало того, что и ствольные грады до вас добавляются, так град, допустим, два раза в день выстрелит. А миномет может лупить сутки, там, бум-бум-бум-бум-бум. И разрушение нанесет больше, чем 10 градов, понимаете, по раз выстреливаешь. Понятный критерий, да, уже 10 раз повторял это. Ну, мало ли, кто не видел, кто не знает. То есть, по Харькову, понятно, я думаю, на четвертый день наступления, да, стремительным домкратом идет, они до Липсов не дошли. Ну, значит, как бы, военные пускай разбираются, а гражданские, не парьтесь. Следите за тем, чтобы спасти свою жизнь и не попасть под обстрелы. Когда, вообще, сегодня картина мира сложилась окончательно, да. То есть, я думал, что такое, что за бред, какое наступление на Харьков, о чем мне, это лбом убиться головой об стену, понимаете. Зачем, блин, на кровавое месиво себя перевести, россиян. Они могли эти тысячи, которые сейчас тратят, 1700, вчера был, наверное, рекордной потерей, блин, это самое, дневные, однодневные. Ну, то есть, и убитые, и раненые, имеется в виду, среди россиян. Что они туда в очередь не пустили, я себе рассуждал, думал. То есть, это же очевидно, в очередь, но у них что-то начало получаться, пока нам, кстати, эти боеприпасы не подошли. И там бы развивать наступление, они на Харьков кинулись, но нам-то, слава богу, конечно. Ну, блин, ну, сейчас, когда убрали Шаеву, я теперь, ай, боты, боты, конечно, это просто капец, завалили просто боты, такие просто и угрозы, и посулы, и все, что хочешь. Про Волгу, это достали вы у меня свои Волга, понимаете, я не знаю, я вообще, у меня нет, я машину не вожу, не надо мне рассказать ни про какую Волгу. Если вы, конечно, Украине Волгу как реку не предлагаете, а так у нас эти самые Бредли, Хаммеры, понимаете, не надо нам вашей Волги, оставьте ее себе, засуньте туда, куда Путину ректальный градусник со сплощадной Конституции 26-метровой засунем. Да, и, пожалуйста, боты, я вас умоляю, ну, вы же за Россию матушку топите, ну, это такой отвратительный русский, ну, то есть, я не про Путина, не про каждого конкретно из вас, как вы пишете, займитесь русским языком, народ, ну, что это такое? Ничего, мне не надо, ну, бляха-муха, вы понимаете, я вот говорю, что вы же русофобию разгоняете больше, чем любой, блин, я не знаю, русофоб, самый там, первой марки, ну, что это 99-я проба, у меня есть афоризм, я лично написал, русофобия, это когда вам не нравится, что вас убивают русские, но, блин, вы меня убьете быстрее, лучше вы меня убейте, чем вот это, нечего мне не надо, ну, блин, конечно, у меня кровь из глаз идет, из ушей, блин, из мозгов там, я понимаю, что у вас там ничего, кровить не может зацепиться, в общем, просьба понятна, да? Да, я думал, что такое, столько ботов, столько этой фигни, блин, нафиг, откуда, кто-то аж платит, я думал, шаюхать хочет там в ТикТоке, блин, в Ютубе, в комментариях завоевать Харьков, то есть, это же деньги какие вкладываются, и там боты такие, знаешь, не то, что там пятикопеечные, стихи пишут, блин, нафиг, на ходу, там, какие-то, просто, блин, в шоке, я же говорю, можно было бы танцевать в комментариях, они бы сплясали, судя по всему, то есть, там бабок отвалило немеренно, люди пишут, там, девочка мне пишут, там, они на других языках, то же самое, так, это, думаешь, Шойгу, что ли, в интернете захотел Харьков захватить, а потом Шойгу убирает, и я понял, наконец-то, надо было отвлечь, что, блин, ну, то есть, кто-то платит за то, чтобы люди смотрели туда, там, не смотрите наверх, да, помните фильм, классный фильм, посмотрите, вот это, не смотрите на Шойгу, то есть, куда там лесной олень ускакал, то есть, мы должны сосредоточиться на том, что сейчас Россия захватывает Харьков, и боты на это стараются, и новости на это стараются, и украинские боты на это стараются, это начали, 8 мая начал украинский ботяра, блин, не ботяра, а он этот сам, ну, журналист, подумал, как это засланный казачок, начал рассказывать, что прорвут фронт, через суммы зайдут, захватят Харьков в мешок, блин, гребаный капец, я, ну, ладно, не важно, блин, это чересчур эмоционально, все хорошо, очень классный день, и тут убрали, понятно, что просто, это было отвлечение внимания, чтобы никто не сосредоточить, а тут еще дом взорвался, и Патрушева убрали, я думаю, что за дежавю, ёхан и бабай, это же было в 99-м году, когда гнома этого Квиолова, блин, надо было на президенты поставить, начали взорваться дома по всей этой, а потом поймали людей, которые гексоген закладывают в этот сам, в подвал, помните, да, поймали с поличным, сначала сказали, о, хорошо, мы-то рак предотвратили, а потом поймали тех, кто заложил, это ФСБшники, и Патрушев выходит, а это был не гексоген, так анализы показали, что гексоген, пара гексогена, нет, это не гексоген, это был Сахар, мы так тренировались, это у нас были учения, и сейчас взрывается дом в Белгороде, Патрушев убирает, я же говорю, ну, это конспирология чистая, я и сказал, что конспирология, ну, совпадение, так бывает, бывает, совпало так, я посмотрел на эти видео, там видно, очевидно, что взрыв идет, взрывная волна со стороны, то есть это, видно, россияне пытались с зениткой какой-то ракетой сбить наши, там, не знаю, что-нибудь, ну, короче, взрыв видно, что направлен в сторону Украины, то есть, это что-то русское упало, там, собственно, Кабы, не Кабы, ракеты, не знаю, ну, то есть, Патрушева тут вряд ли можно обвинять. А на его место поставили Белоусова. И это мне еще один очень долгий вопрос, который меня мучил. Я все время думал, вот Крым аннексирует Путин, потом Донбасс захватывает Путин там. То есть он превращает братские народы, когда я в 13-м году думал, что мы братские нагороды. И он превращает. То ли он подкупленный ФРГ, там еще в ГДР, то ли он идиот. Но он как бы найдет, тоже не скажешь, что идиот. Ну как бы, понятно, что эти извилины можно принять, а то окажутся годовые кольца, а не какие извилины. Ну что-то он два слова может связать. Не похож он на идиот, а полного. Ну и сейчас я бы, то есть, и вроде не идиот, и вроде подкуплен, ну хрен его знает. Можно было эффективнее это развалить. Ну сейчас я понял, когда он поставил на место Шойгу, не технаря какого-то, ну думал, может там сейчас на место Шойгу, если вы хотите поднять армию, то на место туда надо технаря какого-то поставить, который там поднимет производство, поднимет там технологии какие-то новые внедрить. Туда поставили бухгалтера. Классного бухгалтера, вообще отличный там, в смысле экономист. Я на него ссылался 6 мая. Я упоминал Андрея Беоусова, именно как авторитетного, он там первый вице-премьер был, там что-то парень. То есть он реально авторитетный, классный экономист, без вопросов. Ну бухгалтера поставили. То есть это просто тупо, чтобы не разворовывали. Понимаете, там сейчас уходит, что-то как усы Пескова, что он сказал. Что говорит, да у нас сейчас уходит 7% ВВП, до 7% ВВП на оборону, не на МВД, а на вооруженные силы. Говорит, это не страшно, это так как в середине... А что было в 91-м, ты не помнишь после середины ВВП? Песков был. Ой, блин, нафига, какой чудной чудак. А, так это ж подождите, это ж только на Минобороны уходит. Это ж ВВП. То есть это 7% ВВП. А если мы по бюджету считаем, то это более 30% бюджета уходит только на оборону. А плюс еще там менты, плюс еще там всякие, ну все погоновожатые, блин, нафиг российские. Там вообще 160 миллиардов долларов это получается. Более 40% ВВП уходит на погоновожатых, как их еще назвать, на всех месте. Прекрасно все будет. Говорит, еще ничего не страшного, как в середине 80-х. Отлично. А там же еще Путин указ дал. Я недавно, кстати, тоже в видео ссылался. Он говорит, надо довести, блин, процент импорта, в этом уменьшить процент импорта в экономике ВВП до 17%. Так это ровно то же, что было при конце Советского Союза. Я же говорю, вы помните, это я уже несколько раз рассказал историю, как хорошо, когда импорта у вас в стране 17% в Советском Союзе было. Когда приехала юниорская сборная канадская, им надо было рекламировать жвачку. Они бесплатно ее разбрасывали на стадионе. Люди услышали, что жвачку разбрасывают, начали, блин, кинулись на нее так, что задавили насмерть 21 человек погибли. Представляете? Вот это вот 17% в экономике, в экономике импорта. Ой. В общем, я не знаю. По-моему, все прекрасно, блин. Про Харьков разобрались. Я так эмоционально задыхаться стал. Про Харьков разобрались, я думаю, ну, смотрите, про Шайгу, оленеводы это он бежал и сильные рога задевали тучи облака. Погулка мостовой рыжим лесом. Рыжим лесом, рыжим лесом, рыжим лесом, рыжим лесом, это там, где они под Чернобылем в радиации окапывались, пока не начали светиться по ночам, как светлячки. Все вроде я сказал. Про этот сказал, про Шайгу сказал, про Путина сказал, про 7% ВВП сказал. Ну, ребятки, в общем, не парьтесь, все нормально. Я думаю, что все будет в Украине. Не переймайтесь.